Борьба с провокаторами, диверсантами и слухами, охрана стратегических объектов и эвакуация людей из прифронтовой зоны. 70 лет назад пограничникам белорусская милиция помогала сдерживать наступление фашистов и спасать людей. Один из первых приказов не допустить паники и провокаций. Вадим Щеглов о службе белорусской милиции в июне 41-го. О том, что скоро начнется война с Германией знали, не знали когда. Ночью 22 июня на станцию Брест-Центральный, крупнейший железнодорожный узел в Беларуси, как обычно, прибыл немецкий эшелон с техникой. Взамен ждали состав с зерном, некий бартер между Германией и СССР по пакту Молотова-Риббентропа. Вместе с техникой в немецком эшелоне этим утром были и лазутчики. Их задача захватить станцию. Когда все началось, именно милиционеры стали на защиту вокзала. Их было немного, но они не давали железнодорожному транспорту пройти вглубь страны. И немцы справились с ними только после ожесточенных боев, когда в подвалы, в которых скрывались эти милиционеры, были пущены нечистоты и затоплены подвалы водой. Но, тем не менее, даже раненые по пояс в воде, они до последнего сражались с врагами. В первые дни войны по всей стране создали 78 истребительных батальонов. Милиционеры, сотрудники НКВД, партийцы, всего 13 тысяч человек охраняли стратегические объекты, поддерживали порядок и боролись с провокаторами. Именно милиционеры одними из первых, без всяких приказов сопротивлялись врагу. Героическая оборона центрального вокзала в Бресте, разоблаченные немецкие лазутчики в Борисове и спасенные деньги в Балковыске. Два милиционера вынесли на себе весь запас Госбанка, 2,5 миллиона рублей. Деньги по тем временам для фронта немаленькие, ну, например, на 300 рублей можно было купить корову. В Березе колонна красноармейцев попала в засаду. Чтобы наши войска прошли, фашистов отвлекали местные оперативники. Из 76 человек в живых остались 16. Витебск защищал полк милиции вместе с частями Красной Армии. Они несколько дней сдерживали наступление, вместе уничтожили 50 немецких танков. И полк милиции, отойдя в район Сурожа, занял оборону на реке. И немцы пытались сходу прорваться. Сотрудники полка милиции преградили, значит, немцы пытались овладеть переправой. И два милиционера, жертвуя и погибнув при взрыве, взорвали этот мост, не дав немцам продвинуться. Ветераны говорят, у милиционеров было две войны. Одна с фашизмом, другая уже после 45-го с бандформированиями и преступниками. Злодеи были хорошо вооружены. Среди них были и те, кто не мог смириться с исходом войны. Украинские, польские и белорусские националисты. В послевоенные годы милиционеры уничтожили более 4 тысяч бандитов. За время войны с преступниками погибло гораздо больше милиционеров, чем во время самой войны. Вадим Щеглов, Дмитрий Лукша и Вадим Елькин. Первый канал.